Всем привет, с вами на связи Андрей Финашин и канал TESLAB, и сегодня мы продолжаем тестировать новинку от компании Philips, светодиодные лампы в цоколе H7, и сегодня протестируем их уже в линзованных фарах. Кто смотрел прошлый тест, где я их тестировал в рефлекторных фарах, соответственно, там, ну, наверное, вы помните, они меня не впечатлили, и отвечу вот на несколько комментариев с прошлого теста, потому что они показались мне достаточно интересными. Первый комментарий касался того, что оригинальные ли это лампы, ну, ребят, скажу честно, все отличительные особенности оригинальных ламп на упаковке данных ламп присутствуют. Это и наклейки голографические, специальные стирающиеся коды, то есть я вот на основании этих данных я склоняюсь к тому, что это действительно продукция компании Philips. И второй момент, в личных разговорах с представителем компании Philips, они тоже мне клялись и божились, что это действительно оригинальная лампа Philips, и это лампа их. Поэтому я исхожу из того, что это все-таки продукция относится к компании Philips, и поэтому, собственно, мы сегодня продолжаем ее тестировать. Второй комментарий, который мне показался крайне интересным, или второй тип комментариев, это касался того, что лампа одна пришла бракованная, и, дескать, ты ее сам сломал, и поэтому, как говорится, не надо гнать на компанию Philips. Действительно, ребята, одна из ламп была бракованная, то есть она не работала, у нее был сломан штекер, но кто внимательно смотрел прошлый видос, они видели, что распаковку данных ламп я делал вот исключительно на камеру, то есть вы все это сами видели. И на ней прекрасно видно, что когда я открывал эту упаковку, действительно там уже штекер был сломан, но очень важный момент, поскольку сама упаковка, я ее не вскрывал, но вот на ней такие наклейки, которые говорят о том, что была она вскрыта до меня или нет, естественно, они были уже вскрыты, то есть кто-то эту лампу вскрывал. Скорее всего, это был интернет-магазин, который мне ее прислал, и, в общем-то, я тут хочу уяснить, что претензий к компании Philips по поводу того, что она выпускает лампы с одним сломанным разъемом, у меня, в общем-то, нет, потому что это могли сделать, в общем-то, не они, и, скорее всего, сделали не они. Следующая моя претензия была касаемо сборки драйверов, что там криво стоят платы, на одном винту они, дескать, прикручены вместо двух, это действительно, эта претензия моя так и осталась, она действительно относится исключительно к компании Philips, потому что я разобрал остальные три лампы, которые у меня тоже есть, и, действительно, на всех из них платы стоят абсолютно криво, и прикручены исключительно на одном винте, фотографию вы сейчас видите на экране. Ну а достаточно про качество, давайте сегодня посмотрим, как они непосредственно светят именно вот в линзованных фарах под цоколь H7. Итак, ребята, уже по заведенной традиции ставим обычную галогенку, фару от KeoSportage, фара под H7, прибор, меряем показания, смотрим, потом ставим диодную и сравниваем показания. Итак, смотрим показания галогенки, 13,2 вольта, 4,31 ампера, смотрите, здесь стоит именно она, вам, наверное, сейчас не видать, но это точно стандартная обычная галогенка, вот ее упаковка. Так, прибор у нас стоит практически по уровню, там, видите, немножко загорается желтый светодиод, сейчас мы это дело немножко компенсируем. Компенсировать будем вот, чуть-чуть опустив вот этот вот корректор, буквально чуть-чуть. Так, все, прибор у нас теперь говорит, что полный порядок у нас с регулировкой фар, давайте смотреть за показаниями. Так, и сейчас знаете, что сделаем? Я прямо сейчас выйду из меню, покажу вам, что установлен именно 1%, и заново в него зайду. Да, видите, ничего не изменилось, но фара линзованная, поэтому вот с этим прибором, с линзованными фарами проблем, в общем-то, никаких нет. Итак, что нам показывает прибор? 27,5 люкс от стандартной галогенки, вот светотеневую границу вы можете сейчас лицезреть. Что можно сказать? Ну, видно, что основная яркость, она в центре, как, в общем-то, всегда и светила галогенка, как, собственно, и было всегда в наших тестах. Итак, 27,5 люкс. Так, сделаем теперь вот такую хитрую штуку, зайдем в режим замера дальнего света, для того, чтобы найти самую яркую точку в световом пятне. Итак, она у нас 32,8 люкса, это самая-самая яркая точка. Так, ребят, теперь вот меняем, соответственно, галогенку на светодиодную лампу и делаем замеры по новой. Чтобы поставить вот эту светодиодную лампу от Philips, кстати, уточню, она стоит именно в стандартном положении, как я выяснил, это максимально яркое положение для линзованных фар, у которых цоколь, соответственно, стоит либо вверх, либо вниз. Поэтому сейчас мы ее просто разбираем, мы ее просто разбираем на две части, то есть отсоединяем от нее драйвер, и чтобы установить, откручиваем от нее радиатор. Вот за это решение я, безусловно, благодарю компанию Philips, за то, что они сделали, в общем-то, достаточно удобный монтаж, и лампа крайне компактная. Об этом я уже говорил, в общем-то, в прошлом выпуске. Так, отсоединили от нее заднюю часть, теперь берем и фиксируем все это защелкой. Так, у нас здесь провод, 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 провод аккуратно вот так вот проходит, и лампа зафиксирована. Теперь накручиваем заднюю часть, ну, собственно, и подключаем после этого драйвер. Я сейчас, кстати, не буду закрывать вот заднюю крышку, но поверьте мне, она без проблем закроется. С данной лампой она закроется вообще без проблем. Так, подключаем вот эти разъемы, и подключаем питание. Итак, ребят, лампу мы поставили, вот она у нас стоит, сейчас не очень хорошо видно, но она действительно стоит. Так, включаем, включаем, лампа у нас загорелась, прибор у нас сейчас, смотрите, светотеневая граница не изменилась, и прибор, собственно, показывает, что все с лампой хорошо. Ну, так вот, потребляемая мощность лампы вы сейчас видите на экране, вентилятор у лампы крутится, крутится не слышно, и давайте пойдем смотреть на результаты. Так, Показываю вам свет теневую границу, она все четко, ну, потому что в линзе она всегда формируется исключительно шторкой. Лампа светит белым светом, кому интересно, это белый свет, очень-очень похожий на ксенон. Но он нисколько не синий, он просто такой белый. Так, ну, теперь самое интересное, это результаты. Смотрим, так, давайте я даже вот так вот сейчас выйду из режима и заново зайду. Чтобы было более, вам как бы наглядно и корректно представлено. Итак, мы видим, что лампа в режиме ближнего света дает 19,4 люкса. Ребят, это меньше, чем галоген. Это, безусловно, меньше, но, в общем-то, это проблема не конкретно этой лампы, а вообще всех светодиодных ламп в линзе. Они, к сожалению, в центре дают освещенность гораздо меньше. Так, теперь давайте посмотрим на самую яркую точку, которую может дать лампа. Ага, и мы видим, что самая яркая точка, она смещена. Она смещена от центра, и это тоже особенность всех светодиодных ламп в линзе. Они дают более широкую заливку, то есть более широко освещает именно края. В центре у них, как правило, провал по сравнению с галогеном. Так, самая яркая точка 27,8 люкс, и даже по ослеплению она несколько меньше, чем галогенка. Итак, сейчас вы по традиции опять же видите уже фотографии ламп на стене. Это я делаю для проверки прибора, чтобы вы собственными глазами смогли увидеть разницу между лампами. Ну, в общем-то, что мы видим? Видим, в общем-то, стандартную ситуацию. Галоген очень хорошо освещает центр, но в краях он светит слабее. Светодиодная лампа с точностью до наоборот. В центре она слабее, но края освещают шире. В общем-то, как и со всеми предыдущими светодиодными лампами. Ничего, собственно, не изменилось. Итак, ну, в общем-то, выводы по данным лампам. В линзе, в общем-то, повели они себя примерно, как и все остальные лампы. Ожидал тоже, в общем-то, большего, потому что думал, что здесь какой-то будет такой прорыв качественный. Но, к сожалению, я его не увидел. По крайней мере, на тех линзах, на которых я тестировал. А именно, галогеновые линзы от Sportage под лампу H7. Не увидел, в общем-то, ничего такого супер-пупер интересного. Поэтому, в общем-то, лампы, как лампы, наравне со всеми, не лучше и не хуже. Вам, собственно, решается, заслуживают они того, чтобы быть вами купленными или нет. Но, скажу честно, для меня они такой вариант, ну, скажем так, средненький. Потому что стоит достаточно дорого, а каких-то улучшений я здесь, к сожалению, не увидел. Да, компактность, она супер. Компактная лампа, она залезет вот именно в любую фару. И с точки, вот с этой точки зрения, то действительно, ее есть смысл приобретать. Потому что она наиболее компактная, она войдет в кучу фар без переделки крышек, без каких-то там манипуляций с установкой резинок. С этой точки зрения, да, лампа интересна. Но с точки зрения освещения, ну, вы, собственно, все видели. Я повторяться особо не буду, скажу лишь только, что в центре она проигрывает галогену, по краям она выигрывает, и то есть вы получите более широкое освещение обочины. В общем-то, больше про эти лампы, наверное, сказать мне в данный момент нечего. Поэтому, если эта информация была вам полезна, то ставьте лайк. Если была бесполезна, либо вы считаете, что все должно быть по-другому, ставьте дизлайк. Ну, а с вами был, как всегда, Андрей Финашин, и до новых видео.